Добрый день! В эфире программа «Тема дня». В цели укрепления Института семьи, воспитания ответственного отцовства и поднятия роли отца в обществе в Хабаровске создан Совет Отцов. Какие цели и задачи ставят перед собой участники проекта? Расспросим нашего гостя в студию у нас Андрей Никонов, отец троих детей, сопредседатель общественного совета отцов при администрации города Хабаровска. Андрей, здравствуйте! Добрый день! Ну вот уже год, можно говорить о каких-то результатах и цели действительно, ради чего вы создались? Скажу так, может быть не результаты, а скорее всего в делах. Но, наверное, прежде всего разговор бы я хотел начать. Вот буквально недавно я видел чудесные слова, которые сказал наш Николай III, оставляя завещание своему сыну Николаю II, и я буквально зачитаю три предложения. В политике внутренней, прежде всего, покровительство церкви. Она не раз спасала Россию в годы, когда было тяжело. Укрепляй семью, потому что она основа всего и нашего государства. То есть, понимаете, предвидя за более чем сто лет, что произойдет в будущем, царь оставил своему сыну наказ, что самое важное, у нас есть семья. Поэтому сказать то, что сделал совет отцов и то, что будет делать, ну, наверное, скажем так, это было бы мало. Я думаю, наверное, те дела, которые мы будем и планируем дела, вот это, наверное, будет важно. Потому что укрепление института семьи, это, наверное, самая-самая основа есть не то, что именно поддержание каких-то семейных ценностей. Это, наверное, вообще основа всего. Потому что без семьи не может быть ни хорошей работы, ни отношений с коллегами, ни здоровья. Потому что постоянное переживание, ты будешь думать о том, что где-то у тебя что-то не ладится в твоем собственном доме. Хорошо, давайте разбираться, что же не ладится. Если говорить о роли отца и о роли матери, то как вы думаете, в чем заключается роль отца? Я думаю, что отец – это глава семьи. Обязательно должно идти, в первую очередь, это воспитание. Неважно, это будет девочка или это будет мальчик. От мамы я бы, например, больше бы принимал или бы хотел видеть, чтобы большинство своих родителей, именно второй половины женской, давали больше тепла и любви. Но это все, может быть, даже в какой-то степени было бы второстепенно. Потому что прежде всего, я считаю, и всегда это говорю, и всем людям желаю, что самое важное – это любовь. Ничего другого, именно любовь. Потому что если дети будут воспитываться и видеть хорошие отношения отца к маме, от мамы к отцу, то, соответственно, и ребенок будет понимать и расти в этой атмосфере. Он будет понимать, что это идеал семьи. Вот это, считаю, самое-самое важное. Хорошо. Вот за этот год вы провели немало интересных акций. Расскажите о них и что на ближайшее время, возможно, запланировано вами? И могут подключиться хабаровчане к этим же акциям? В прошлом году мы высадили аллею отцов. Это всем детям очень-очень понравилось. Также провели один из таких ознакомительных проектов детей, когда были показаны современные автомобили у наших спецслужб МЧС. То есть детям это очень-очень понравилось. А как это выглядело? Как вы организовывали? То есть откуда дети? Где был клич? Почему мы не знали, например? Вот нас часто упрекают в том, что почему не знают о делах совет отцов? Вы понимаете, что настолько загруженность, то есть своя работа, дом, семья, что нам порой некогда, скажем так, где-то, может быть, не то что пропиариться, но донести информацию. Это вот благодаря вам, да, у нас есть такая возможность, что вы подключаетесь и рассказываете о нас. Мы больше стараемся акцентироваться именно на делах, на проектах. Проводили проект в школах, я рисую папу. То есть очень-очень-очень понравилось, что дети действительно любят своих отцов. Это не только мальчики, это и девочки, это все были дети. Это очень понравилось. И нам, когда мы проводили это мероприятие, потом все дети посмотрели кино. По предстоящим событиям их, скажем, запланировано немало. Одно из них – это празднование годовщины 70-летия. Это будет очень интересно, это будет очень красиво. Расскажите об этих акциях, возможно, и мы присоединимся. Да, нам бы очень хотелось видеть большинство наших горожан. Обязательно, чтобы были с детьми, потому что все мероприятия, которые мы делаем и проводим, это именно чтобы была солидарность в отношениях семьи. Обязательно мама, папа и дети. Если будут присутствовать бабушка с дедушкой, это будет хорошо. Хорошо. Расскажу, откуда появилась идея. В том году было празднование Дня Российского Флага. Мы сделали такой флешмоб. Это были жители нашего города, которые выстроились в форме флага, и были запущены шарики белого, синего, красного цвета. Жителям это очень понравилось. И в этом году, в честь 70-летия, мы решили сделать такой же флешмоб, но уже будут родители с детьми, и наши жители выстраиваются в форме георгиевской ленточки в знак благодарности и памяти нашим дедушкам, бабушкам, которые отдавали за нас, можно сказать, кто-то жизнь, а кто-то, допустим, пожертвовал где-то здоровьем. В общем, сама по себе идея благодарности старшему поколению, наверное, у нас всегда была. Как можно присоединиться? Где можно найти информацию и действительно поучаствовать в этой акции? В ближайшее время мы выложим информацию, потому что сейчас согласовываем время, но примерно это будет 17.00, 18.00, 9.00 мая на площади Ленина. А где будет информация? Может быть, в социальной сети, где можно посмотреть? Да, это будут социальные сети обязательно. То есть у нас на Фейсбуке есть страничка «Совет отцов», мы туда обязательно выложим. Конечно, будем обращаться к вам обязательно, чтобы вы нас оповестили. Ну и, наверное, скорее всего, будут печатные СМИ, которые будут освещать эту информацию. Мы приглашаем всех жителей нашего города без исключения прийти и отдать дань памяти и благодарности нашим старшим прародителям, бабушкам, дедушкам и всем-всем-всем тем, кто принимал участие. Ведь у нас же немногие даже знают, мы, конечно, празднуем победу 9 мая, но немногие знают, что 2 сентября, ведь у нас на Дальнем Востоке закончилась война. Ведь об этом, когда у нас было, допустим, то же самое сражение с японцами. То есть многие не знают той самой по себе истории. Поэтому мы приглашаем родителей с детьми, потому что бы ребенок заинтересовался и узнал, и спросил. Вот поэтому мы приглашаем на все наши мероприятия обязательно, чтобы приходили родители и обязательно дети. Хорошо, я еще раз проговорю, что информацию можно посмотреть в Фейсбуке на вашей страничке, там обновляются все ваши акции, есть и принять участие также можно. Я хотела бы вернуться к совету отцов. Сейчас в совете отцов 22 мужчины. Кто эти люди? И почему так мало? Вопрос следующий. Ну, наверное, мало, я так скажу, потому что, наверное, мало говорим действительно о себе. Это, наверное, первое, что я замечу, может быть, поставлю как бы минус. 22 человека у нас разные люди. Это и психологи, это и священники, это и преподаватели, это и тренера разных спортивных заведений, это и три депутата нашей городской думы. То есть люди разные, отцы разные, и предприниматели, и все, все, все. Поэтому если бы к нам присоединялись и советы других отцов, которые у нас, я знаю, что они организованы, сделаны, если бы были какие-то идеи, если бы были какие-то, наверное, интересные предложения, мы готовы были бы поддержать, помочь. И, ну не знаю, и даже если что-то нужно, допустим, как-то это воплотить в жизнь, возможно, не только для какого-то узкого круга людей, а возможно, это сделать на уровне города. Мы готовы рассмотреть и готовы поддержать любые идеи, которые будут направлены на благо, на созидание семьи и улучшение взаимоотношений отца и матери, если уже брать в частности какую-то отдельную семью, и обязательно любовь к ребенку. Ну вот, на мой взгляд, не всегда у нас активность мужчины идет вот именно в это русло. У нас женщины как-то более активны, они с детьми, они деловые, и все узнают. Вот как вы думаете, что может, вот ваша работа в этом направлении, чтобы привлечь отцов больше в совет, а что могла бы сделать женщина, например, чтобы, ну, например, папа в семье захотел тоже участвовать в этих акциях? Вы знаете, вот я говорю, что, наверное, самое важное от женщины – это любовь. Вот если, может быть, подойти и сказать, давай проявим, может быть, какую-то инициативу. Ведь самое первое, что мы когда сделали, именно ли отцов высаживали, ведь там были папы и мамы. То есть мамы обязательно были. Естественно, мы не разделяем, и мы не хотим так, чтобы были у нас, допустим, только отцы. Обязательно должна быть семья. Мы только лишь хотим помочь отцу понимать, что, наверное, суметь понять о том, что не может быть главный отец или главная мать. Должно быть одинаково. То есть должно быть именно равноправие отношения к своему ребенку, к своему будущему. Поэтому если бы мама проявила бы инициативу, и если бы, допустим, сказала своему супругу, не лежи на диване, не читай газету, не смотри телевизоры и не засиживайся в соцсетях. А давай лучше придумаем, да, какое-то общественное, благое дело и поучаствуй. Это не важно, будет это, как, например, у нас предстоящая акция, допустим, сделать скворечники. Ради бога, мы готовы принимать. В ближайшее время мы также готовим детей вывезти на рыбалку тоже. Ну, как говорится, мы рады за любую идею. Лишь бы только, как говорится, отцы проявляли к этому, наверное, интерес. Это здорово. У меня даже есть предложение для вас, наш режиссер, отец шестерых детей. Так что после записи программы можете побеседовать с ним. Благодарю вас за интересный разговор. Желаю вам успехов в ваших начинаниях. Напомню, что в студии у нас был Андрей Никонов, отец трех детей, сопредседатель общественного совета отцов при администрации города Хабаровск. Вам я желаю душевного тепла и хорошего настроения. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok